Ну и в начале выпуска. В Воронеже полицейские проводят проверку по заявлению автомобилиста. Водитель пожаловался на гаишников, которые якобы вымогали у него крупную взятку. Шофер позвал на помощь местного правозащитника и они сняли очень увлекательное видео. Все подробности в материале Кирилла Бакумова. Правозащитник Вадим Серов уверяет, об этой истории он узнал совершенно случайно. Якобы ему позвонил неизвестный и рассказал, сотрудники ГИБДД вымогают деньги, нужна помощь. Человек обвиняет, что он находится в состоянии алкогольного обвинения и требует денег. Но это все со слов именно гражданина, который позвонил. Мужчина сообщил, что действительно выпивал, но часов 12 назад, прошлым вечером. На медицинское освидетельствование без промедления согласился. Однако сотрудники полиции заверили, что аппарат со стопроцентной вероятностью покажет превышение нормы алкоголя в крови. И якобы предложили, что называется, решить вопрос. Водитель включил диктофон, согласился и убедил инспекторов, что деньги скоро привезет друг. Ты ему сказал, нет? Он ждет, спрашивает, сколько надо. Ну, тебя озвучивали уже. Ну, в Москве что-то, что ли? Нет, друг. Врываем, что чего-нибудь не занял. А что раньше-то он не занял тебя? Да я о нем даже и не думал. Александр уверяет, вернуть права инспекторы предложили за 30 тысяч рублей. Примечательно, что ожидать появления товарища с деньгами он должен был в личном автомобиле одного из полицейских. Вот правозащитник подъезжает к месту передачи денег и пешком направляется к внедорожнику. Внутри действительно сидит человек в полицейской форме. Он, видимо, сразу понимает, какой именно друг приехал на выручку к водителю и резко теряет самообладание. Открутите, пожалуйста, дверь. Здравствуйте. Что вы здесь находитесь? Я ожидаю. Кого ожидаете? Стойте, 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 стойте. Так, уехал, уехал. Уехал, 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 уехал. Вернуть документы Александру действительно забыли. Пришлось обращаться в департамент собственной безопасности. Автомобилист уверяет, после жалобы инспекторы вернулись, но события последних часов у них словно стерлись из памяти. А вот Toyota RAV4 с вами был третий сотрудник дорожной патронной службы. Он вообще как он там оказался? Вы ничего не передавали ему? Нет, ничего. То есть вы лично с ним не знакомы? Но вы не отрицаете того, что там был сотрудник полиции в следующем автомобиле? Нет, 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 нет. Так что судьба документов водителя до сих пор не ясна. Не исключено, что их просто выбросили, чтобы избавиться от улик. Сейчас полицейские проводят проверку по факту вымогательства взятки. А Вадим Серов и его подопечные, в свою очередь, готовы передать следователям все аудио и видеозаписи, которые могут помочь доказать вину инспекторов. Кирилл Абакумов, Максим Горячев. Экстренный вызов.